Около часу ночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Лухемский поступило сообщение о том, что на 926-м километре автодороги Р-257 столкнулись две машины. На месте погибло пять человек, двое получили травмы различной степени тяжести. Установлено, что одним из автомобилей участников ДТП в Лухемском районе стал транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза ГАУ РТ Авиалесохрана. По предварительной информации, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен в почти пять раз, сообщил в своем блоге глава ТУВЫ Владислав Хавалы. Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной, что недопустимо в условиях, когда мы ведем жесткую борьбу с пьянством за рулем. В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министр лесного хозяйства и природопользования ТУВЫ и руководителя авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль подведомственным учреждением. В аварии погибла семья из Зунхемчика. Мать была учительницей родного языка Элдыхемской школы. Отец трудился подсобным рабочим. В машине находились бабушка и тетя этой семьи. Старший сын, получивший травму, в этом же ДТП госпитализирован. Дети в один момент стали сиротами. С младшим сыном-второклассником, который был в момент аварии дома, работают психологи. Социальный блок вместе с администрацией Зунхемчикского района начали оказывать помощь по организации похорон, оформлению документов, выделению финансов. Также сегодня улухемцы готовились отпраздновать 135-летие основания Шагана Рыга и 100-летие образования своего района. Из-за трагедии было оперативно принято решение о переносе юбилейных мероприятий на следующую неделю. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего воздравления. Социальному блоку правительства поручаю организовать всю необходимую поддержку. Отметим, что по поручению главы ТУВы Владислава Хавалыга разработан проект закона, предусматривающий увольнение любого гослужащего за пяное вождение. Также создана правительственная комиссия, которая начала служебные проверки в подведомственных учреждениях на предмет медицинских проверок водителей перед поездками. Продолжение следует...